Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 23 января. Память преподобного Соломана Молчальника. Этот преподобный отец наш Соломан происходил из селения Каперсана, расположенного на западном берегу Ефрата. Возлюбив уединение, он отыскал на другом берегу реки маленькую хижину и затворился в ней, заложив наглухо дверь и окно. Раз в год он выходил наружу через подкоп под стеной и запасался пищей. Местный епископ, узнав о добродетельном житии преподобного, пожелал удостоить его священство. Прибыв с этой целью в жилище святого архиепископ, архипастер приказал разобрать часть его стены, после чего и вошел в келью. По рукоположении преподобного Соломанова пресвитера, епископ преподал ему наставление о благодати священства. Во все время пребывания свое в келье святитель не услышал от преподобного Молчальника ни одного слова и удалился, приказав снова заложить разобранную часть стены. «Жители того селения, из которого происходил преподобный Соломан, желая иметь человека Божия в своей среде, однажды ночью перешли реку вброд, взяли святого, который не спорил, не сопротивлялся, но не выражал согласия, отвели на свою сторону. Здесь поселяне построили для преподобного хижину, подобную прежней, затворили его там. Святой Соломан продолжал хранить молчание. Никто не слышал от него ни одного слова. Вскоре жители селения, расположенного на другом берегу, где ранее спасался преподобный, пришли ночью к новому его жилищу и услышали, что он творит такую молитву. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня и всех служащих имени Твоему и поклоняющихся Тебе, истинному Богу нашему». Поселяне разобрали келью и отвели святого к себе. Блаженный Молчальник и на этот раз нисколько не протирился и не требовал, чтобы его оставили. Содевав таким образом себя мертвым для всей жизни, он в самом точном смысле мог повторить апостольское слово. «Распялся Христу, и уже живу не я, но живет во мне Христос, а что живу ныне во плоти, то живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». В такой высокой степени, как никто другой, умертвив в себе плотского человека, блаженный Саламан до конца совершил свой подвиг и, ликуя, приселился в небесные обители около 400-го года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.